Привет-привет всем, кто заглянул на мой канал. Сегодня у меня видео, посвященное покупкам с Алиэкспресс. Это не только что, наверное, собирались они, ну, месяца три. Я их активно уже пользуюсь. У меня нет такого, чтобы складывать посылочки, потом все вместе отснять. У меня не хватает на это терпения. И даже вот места, где хранить эти все пакетики разных размеров. В общем, сейчас буду вам показывать, что же я приобрела для фотографий. Фотографирование своих работ. Ну, многое то, что я сейчас буду рассказывать, уже лежит здесь, собственно, на фоне. Прежде всего, это вот такая вот веточка. Она с таким приятным напылением, как будто естественным. Сейчас попробую фокус. Фотографии я еще особо с ней не делала. Пришла она мне совсем недавно. Единственное, что это напыление, если его трогать, то оно стирается. Это, не знаю, как будто мука или порошок какой-то. Но так-то оно не осыпается, ничего. Если ее не лапать, то она отлично смотрится, как вот у меня на видео она здесь лежит, так и на фотографиях. Довольно пышная. По стоимости я вам сейчас скажу. А если я сейчас найду? Эта веточка стоила 126 рублей. И с ней в комплекте, у этого же продавца, я взяла вот такую вот красную веточку. Она типа как с ягодками. Ягодки так очень красиво блестят. И будут, наверное, красиво смотреться на новогодних фотографиях. Но минус у этой ветки то, что все почти ягоды, они склеены между собой. Не знаю, вам видно, нет. На фотографиях, наверное, сильно не будет видно. Кстати, тут уже помялось у меня что-то. Видимо, они еще легко мнутся. Вы знаете, у меня тут маленький кентавр бегает по квартире. И он иногда все хватает. И, видимо, он уже немножко помял. В общем, вот тут видно, что они вот склеены. Вот, сейчас фокус. Склеены все такие вот. Прям как будто их так вот окунули куда-то в краску, склеим, да? И пофиг так и будет. Но, в принципе, наверное, вот так где-то в сторонке она будет лежать таким ярким красненьким пятном. Я думаю, будет неплохо. Стоила она 80 рублей. И доставка за обе эти веточки была 21 рубль. Пришли они в пакете. Завернутые просто. И, по-моему, ни по какой упаковке не было. Честно, не помню. Слушайте, я не буду вам сейчас врать. Не помню. Следующее, что я взяла. Как-то, вы знаете, когда фотографируешь, хочется фотографировать не просто иногда на фоне прямом. Да, положить какую-то ткань. Обычно я использую запас своего хлопка. Но это очень тяжело его каждый раз гладить. Невероятно это муторно. Я, в принципе, не люблю гладить по жизни. Я не люблю утюг и гладить. И, естественно, для работ приходится. Но вот еще фотографировать, это все разглаживать, это очень муторно готовится. Я пробовала погладить и повесить на вешалку, да. Но ткань вешалке уже все равно размер ограничен. И ткань все равно мнется, все равно разглаживать. В общем, я решила заказать какой-нибудь недорогой шарфик. Вот первый у меня пришел пока вот этот. Еще у меня в пути два, по-моему, шарика. Фу, шарика, шарфика, которые придут. Еще сейчас в этих видео не будет. Вот это вот такой обычный шифоновый. Это какой-то из женской одежды. Я планирую его также для фотографии где-то пускать. Он не так сильно мнется. Вот тут он был сложный, поэтому не разгладил я его еще. А, в принципе, он не так сильно мнется и создает такие интересные складки. Для каких-то таких работ вот это типа, ну, не золото, просто бежевый горошек. Вот здесь она у меня так в сторонке будет лежать и закрывать огрехи моего фона. Стоил этот платочек 70 рублей, доставка 43. Вот такую веточку, я думаю, вы уже видели на моих фотках. Это веточка лаванды, наверное. Честно, она немножко вот как они помятые. Я до сих пор не разобралась, как их разогнуть так покрасивше. Не такая уж она объемная. Сколько тут? Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь вот таких вот цветочков, наверное, да. Она там есть в сиреневом классическом варианте. Я взяла в розовом, по-моему, еще в белом была. Вот эти вот штуки. И вот у нее напыление уже падает. Вот видите, ну, не знаю, вам видно, нет. Но вот эта вот напошность, напоршили чем-то. И она все отпадывает. И это, конечно, не очень приятно. Ну, и цена у нее была. Лаванда 53 рубля стоила. 50 рублей доставка, но у этого продавца много ножей. Так что я ее брала в комплект к ножам. Вот. В принципе, мне она нравится. Как она на фотках смотрится, мне нравится. Ну, вот такая вот веточка. Дальше. Целый набор вот таких вот шариков. Они как плетеные, как какое-то растение плетеное. Да? В таком наборе вот тут не все. Вот, по-моему, золотого должно быть, вот этого, и коричневого две, и даже белого побольше. В общем, там у сайта производителя посмотрите. Там на фотографии, собственно, столько, сколько их и должно быть есть. У меня Сева их растерял, честно скажу. Потому что у меня фотофон, убирать его каждый раз сложно, и я стараюсь просто закрыть его чем-то. Но иногда он пробивается и начинает распрасывать их по всему дому. В общем, такая проблема. Очень хорошее качество, они мне нравятся, и здорово смотрятся на фотках. И просто их можно куда-нибудь, не знаю, в такую вазу положить, да, в качестве декора интерьера. Можно даже заказать их побольше. И там разные варианты, по-моему, есть просто белые, просто золотые. Я взяла микс. Стоили эти шарики. 110 рублей весь набор. И доставка 43 рубля. Да, я вообще ими очень довольна. Мне нравится. И последняя находка на Алиэкспресс. То, что прямо увидела я и подумала, мне надо, надо, надо. Это вот такие вот деревянные ящички. Вот так я их боком вам покажу. Они небольшого размера. Вот здесь, наверное, 8 сантиметров. Ну, 9, если с вот этими штуками. И по длине 23, наверное. Этот с надписью Love, тут со всех боков у него надпись Love. И здесь тоже он 10 на 10 сантиметров. Очень крутые. Мне кажется, здорово будет смотреться на фотографиях. Цвета там есть разные. Вот это вот я взяла вот в таком деревянном формате. Он покрыт лаком, наверное. И еще бирюзовым. Так как у меня рабочее место там белое с бирюзовым, вот я не стала вынимать. У меня тут всякие уже бумажки лежат. Вот он такой вот еще ящик бирюзовенький. Сейчас попробую фокус сделать. Ну, вот такой он тоже симпатичный цвет. Мне нравятся и вообще, ну, это же ящички. Деревянные ящики. Я думаю, все скраперы любят что-то деревянное. Здорово сделано. Единственное, что внутри они не везде прокрашены. Вот видите? Им внутри, снаружи вроде нормально. Вот это то, что отколто. Это уже косяк моего ребенка. И здесь, по-моему, тоже что-то вот внутри тоже не прокрашено немножко. А так вообще мне очень нравится. Ничего не стирается. Пришли они, честно скажу. Вот дайте большой почтовый пакет. И там вот они просто вот не упакованы ни каждый ни во что. Просто вот они там валялись все трое. Вот такие бру-бру-бру-бру. Ни в пупырку, ни в чё. Поэтому, ну, в принципе, они пришли целые. Нормально, ничего не отколото. И с ними в комплекте был еще. Сейчас я вам покажу, что. С появлением платной доставки на Алиэкспресс. Теперь захожу каждый раз к продавцам. И смотрю, чтобы взять еще, что мне нужно у них. И в комплекте с этим ящиком я взяла вот такой вот... Я не знаю, как это назвать. Я не знаю точно, как это, есть ли у этого название. Нет, в общем, это домик для суккулентов, в моем понимании. Такая круглая чаша с дырочкой. Вот так она у меня висит на шнурочке. А пока я туда положила... Ну, это искусственные суккуленты. У меня сестра их лепила. И камушек у меня нет, поэтому я положила вот туда пайетки. И вот так у меня над столом мило висит. Вон, выпало. Мило висит и забавляет, поднимает мне настроение. Там в разных размерах она есть. И стоила она что-то в районе 50 рублей, по-моему. В общем, до комплекта. Вот она была... Она чаша, да? Вазочка. Она была в пенопластике круглым. А остальное все вот так просто в пакете валялось. Такой у меня получился обзор покупки с Алиэкспресс. Надеюсь, вам был он полезный. Заходите по ссылкам. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok